для уменьшения вредного здесь сахара это видимо правной диабет и спросу себе добавлять чай шахар в чайную ложку яблочного натурального уксуса слушайте у меня несколько лет стоит уксус яблочный кто-то советовал искалят я купил забыл для чего так и стоит в холодильнике лет пять уже в стакане идет процесс гликоза гликозиза гликориза и в организм поступает энергия АТФ кстати это рекомендация Болотова который говорил в том числе о противоопухоль действия костик абрикосов я об этом узнал еще лет здесь назад именно Болотова но абрикосы должны пребываю соблюдить о не этого добра вот абрикосов хватает так натуральный уксус в холодильнике пять раз стоит надеюсь не испорчился это же уксус теперь чайная ложка мне есть к сожалению вот что я скажу сейчас объясню вот очень горький опыт не лично мой допустим про хосик абрикоса я за потому что иначе быть не может может быть это моя судьба вырастить лучше абрикосовый сад но я имею ввиду северная часть я не спорю что берем я с ними соревнуюсь я имею ввиду средняя полоса россии так Урал Сибирь Дальний Восток вот это моя царство когда-то так с Курлиумом поделили им в юг в висе вот получилось как у ее таким вот я в конце деревни никого не трогаю в том конце деревни никого не трогает вот именно там в Таврополе оказался уникальный садовод Шамиль вот и получается что ну если брать какие абрикосы лучше с точки зрения например медицины наверное не зря подчеркиваются самые дикие наверное мои все-таки более полезно что тем более тут онкология упоминается наверное поэтому здесь в засаде лица не на самые культурные наоборот какие-то другие должны быть свойства не только сладкие или кислые и вот получается следующее значит если бы не случай дикий страшный смертельный с родинком который занимался самолечением вот если бы не этот случай горький помните как я плакал на глазах у всех у всех когда это вел лекции читал я молитву за его спасение слух читал вот и плакал вот и мы потеряли уникального человека и теперь я допустим беру пример чайную ложку идет процесс может быть на десятой или на сотой чайной ложки у меня так как у него сгорит желудок понимаете меня вот если бы человек который живой нормальный человек который был страшный диабет у меня там задатки диабета то восемь то десять терплю вот а если у кого-то было гораздо хуже и он с помощью чайной ложки каждый день яблочного натурального уксуса вылечился прошло пять-десять лет и он живой здоровый и не хуже меня выглядит и как у меня морда еле влазит в экран вот тогда бы я поверил а вот сейчас просто взять ложку уксуса а на какой ложке у меня может сгореть желудок и сгорел за желудок у тинкова понимаете не надо чтобы мне доверялся человек который все это проделал прошел год-два-три остался жив вот поняли меня а так спасибо за совет я не отрицаю ваш совет дал возможность раскрыть эту тему самолечения можно вылечиться можно умереть так извините за такой ответ ну осторожный ответ михаил с новым годом свинин всем привет михаил у нас есть опять пятьсот рублей пришел вот здесь девать деньги никуда и сегодня у меня видели эту девочку который слышали слышали да она закончила посылку она подрабатывает вот это всех которых это самое нет других доходов и даже карманных нет них нет ни одна девушка и питаться или так помогаю но как бы не отказывайся когда на посылке я приготовил 500 рублей вот заработать со 2 90 пакетиков написал той быть приходит от вас 500 рублей я даю уже тысячи все михаил эти ваши денежки уже у девушки спасибо вам я так немножко мутерирую немножко ерничаю вот и на самом деле у меня на глазах слезы стоят спасибо михаил не трудно запомнить человека у которого прекрасные фотографии с урожаем были который который раз присылает помощь спасибо здравствуйте если у вас обучающее видео по биолокационному делу где взять правильную информацию есть давайте так значит два или три фильма я снял вместе с Александром Савельевич вот значит одно скажу это обоюдно острое оружие итак белоконцы я потом вы вышли смотрите что вы мне прямо мой электронный адрес помните подбились к железам садсип вы мне присылаете запрос и я без всяких условий я здоровьем не торгую вот такой информации я вышлю эти два или три фильма я давно их это я высылаю автоматом даже не открывая вот мы сделали свое время они вам помогут научиться обязательно помогут дело в том что там еще и приемы которые увеличат для поля человека в несколько раз это значит фактически любой может научиться приемы вращательные упражнения по типу этих самых тибетских монаху только что я сам сам придумал и вот что получилось я когда-то подумал а чего они вращаются заметьте не как мы делаем завязку помните руки шире 3 4 ноги шире и так далее нет не такую завязку только вращательные вот эти вот эти вот эти все понятно вращательные поднимай себя поле всегда в руках заработать рамки раз теперь информация выше 2 но есть такая страшная вещь это то что сегодня сейчас сознательно или бессознательно приемами владения биополя имеют сотни тысяч людей большинство бессознательно а это значит что у человека большое поле она не очень доброе назовем и такого человека нельзя злить а я получается поневоле эти эти советы секреты распространяю среди вас а если у человека плохое я имею ввиду злое оно и такое есть то есть если он у вас рассердился вы можете заболеть у вас может испортиться на сцене но если вы отдавили до белого колени вот поможет заболеть и на всю жизнь заработать все вплоть до онкологии и это несколько то есть это действительно страшная вещь влияние биополя уже не земли а влияние биополя человека на человек это и есть это страшная вещь хорошо что такие люди редки и хорошо что многие здесь не умеют владеть собой потому что если у него и так биополь а если он это станет его этим задачей встить людям неизвестно за что неудачная жизнь карьера это и так мы что нужно нормальному чеку здоровый образ жизни биополя намного больше активный образ жизни физического еще больше а наши мальчики это сейчас мишени наши мальчики выросшие которые годами 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 были перегреты яички которых нет мужских гормонов мало мужских гормонов а это и есть излучение организма а значит биополе сильно не только мы говорим количество гормонов а это прямая связь это и есть ну это размеры биополе здесь на поле метро ученого даже вы защищены от этой злой тетки которая бы ненавидит вас но она сделать еще не может а у человека нет биополе а слабая биополе вот это страшная вещь а люди в этом не понимают первых надо как и почему они живут до 90 лет а вот почему вот почему потому что они боятся друг другу сказать плохое слово они знают прилетит обратно вы меня виноваты нету мы еще не закончили а уже третий час закончился ладно все равно слушайте я стою на остановке в нем машина сломан рядом стоит тетенька козырька нет вот этого дождь идет мы промокли насквозь никто нас не подбирает а потом еще какая-то машина как издевательство притормозил и дальше поехал и тетка это вслед как такое отправила мат тетка лет шестьдесят а потом мы сели на автобус поехали а через километр до обочине лежала машина это перевернута а я такие случаи не это не забываю никогда будете ли вы посмотрите мой фильм не посмотрите мой фильм вот встанете вы белого каточка научить научитесь владеть будете ли вы людям помогать переставляя в их квартире мебель лучше желать особенно кровать вот станьте ли вы профессиональным будете уже действительно спасать людей вот или не станете но вы должны знать никогда не злите никого рано или поздно нарветесь никогда не срывать у нас никакого зло всегда улыбайтесь из большей части только те которые сейчас только кипел ненавидел вас а вы ему улыбнетесь и смотришь его отпустят и тут уже вам ничего не грозит вот на этом я хочу закончить вот не надо было мне этот вопрос задавать не удалось люди пишут здравствуйте вопрос по сертификации стоит ли открывать банки со структурными семенами или делать дырки в крышке для проведения можно до весны оставить закрытым значит всего-то структуре продолжается редко чем два-три месяца так вот когда я храню при температуре один-два градуса я их на структуре положил и забыл когда мне иногда вдруг просыпается трудолюбие я могу позволить себе раз в месяц открыть крышку и вот так помахать этой банка чтобы чуть-чуть проветривание было вот это я еще могу себе позволить но главное хранение при температуре один-два градуса все замирает и ничего там не делается не плескивает вы для меня за всю жизнь может один раз у меня одна банка запрещено и сотен если взять всю жизнь вот а так у меня очень хороший песок я не промываю не прокаливаю не про протравливаю ничего не делаю вот и естественно два-три месяца не прекрасно в холодильнике при температуре один-два ну тут ладно 3 градуса ничего не делается и не преснивает но и вот это вы видели сами такой я кассиноч я вам посоветовал его на русских потому что вы говорили что есть ученые кто бы заинтересовался шут мне нужен ученые в ранге садового генерала лучшим маршала мне нужен ученый у которого есть власть вот я дружу с низким ученым не дружил я рассказывал про них вот только они могут только руками развести вот я не против подружиться с иваном русским вот но я не хочу выступать в роли просящего с протянутой рукой помогите я никому не нужен я несчастный я бедный в лесу и самолюбие стоит используя шликации более влажный песок датирус его и для более логовой да да у сушеные вы поняли влажный влажный а тут настолько относительно влажный песок дело в том что песок он еще имеет свойство срабатываться вот интересно когда бывает много сильно семян какой-то банки литровый двух-трех литровый вот они лежат себе вроде песок сырой а потом ближе к весне мать честная каждая третий пяток у засла особенности кости кости много влаги берут это не семечки это же косточки вот они много влаги берут они проснулись и все нормально уже пора высаживайте вы можете даже не опоздать выпустили хвосты некоторые макароники такой хоп появляется визуально споро корешок это если визуально не приглядываться а если придется чего такой росток и это ура каждый пятый а допустим 500 в этом банку ну ладно что положили 20 зашло а остальные 80 никогда суешь туда руку а песок-то сухой вот эти вот 20 украли весь песок они как губка всосали в себя остальные потому и не взошли что-то нет лаги не взойдут нет лаги никогда не лопнет это самое мой мощная вот это скорлупа не лопнет она должна лопнуть и получается что если вы побольше песку хотите чтобы все 100 хватило влаги а потом смотришь половина сгнила до половины зашла но таракова сгнила тем влаги хватило теперь а зато этим перебор а перебор это гнилье и опять плохо значит делаем выводы во первых не жаляем песку во вторых их раскладываем так чтобы каждому косточки вот такое вот пространство все влагу заберет а сосед теперь вот там дальше через пять сантиметров чтобы он влагу-то не перехватил указу ухватила и уже не 5 зайдет не 20 из там зайдет а 40 60 80 вот этот момент надо отразить так что еще закончили а то что да да то что тернослива это все таки более она чуть-чуть из мест чуть-чуть влажнее чем тот же абрикос помните абрикос сокольчик в одной банке часть сгнила часть засла вот и вот и это подберегаем а тернослива нужно да влаги чуть больше а вот понятие чуть больше меньше больше но настолько относительно как объяснить помните расскажу 6 к 1 7 к 1 а дальше личный опыт все друзья закончили вы хотите поддержать заказывайте косточки когда-то пожалеет те кто не заказал по одной простой причине звонок был я этот звонок пережил пережил значит не кого будет высылать те же червяки те же червяки и те же самые косточки давайте шевелитесь вот берите это чтобы не один человек на всю страну было круиз который третий щекочек выписал чтобы раздать ни один нет хотя бы таких 10 20 помогли бы еще детей одеть обучить и помогли бы вырастить людям сады которая может быть сами это не способны и в наставнике даже дружа на местах пришел в одной руке кулаке зажатый косточки другой кулак поднос вот тебе кусочки вот и ты вырастешь я за тебя заплатил вот так должно быть это касается близких друзей родственников братьев сестер вот это касается скверов которые можно украсить садами ну что все больше никто не пишет четвертый час устали надоел итоги я подвел наука спит может быть тот самый его на русских есть тот самый навязываться не могу психологически вот помните этот самый неудобно как меня сказали московские ученые считают вас проходимся устала от этого давайте друзья до свидания спокойной ночи сибирики дальневосточники вот хорошо провести вечер европейской россии вас всего-то 7 часов боже мой вот я с вами прощаюсь ровно на неделю ну и попутно выпущу еще несколько фильмов если кто-то так же как свинин захочет помочь чтобы эти фильмы не оплачивала еще кто-то из вас то пожалуйста вы будете возмущаться вот если придет все 500 рублей или тысячи и еще не все дети а будто дети одеты обласканы не все дети это самое обогреты давайте пока а то сейчас расплачет а а а а Продолжение следует...